На сайте Intel можно найти раздел процессоров, в котором указаны все процессоры Intel. Это Intel Core, Pentium, Celeron и другие процессоры. Раздел Intel Core начинается с устаревших процессоров Intel. Потом идут i3, i5, i7, i4, i5, i6, i7, i8, i9, i10 поколений и другие процессоры. В основном бэушные ноутбуки от 8 до 15 тысяч имеют устаревшие процессоры. i3 и 2350, i5 и 2450, i3 и 3 у поколения 3310, i5 и 3320, i7 и 2640, i5 и другие. Это все процессоры двухъядерные. Также есть и четырехъядерные процессоры, но они встречаются реже. Это i7-2670QM, i7-20QM, i7-2840QM и другие. На конце у них QM это и значит, что 4 ядра. Они в 2 раза соответственно мощнее. Значит, дальше идут i3 четвёртого поколения. Тут все процессоры двухъядерные. i3-43 с У, 42 с У, 40-00М. i5 четвёртого поколения тоже все двухъядерные. i7 четвёртого поколения с буквой У двухъядерные, с У тоже двухъядерные, М тоже двухъядерные. И четырёхъядерные идут H-Q и М-Q. Всё больше не бывает других, все остальные двухъядерные. Следующие процессоры это i3 пятого поколения, они тоже все двухъядерные идут. Следующие i5 пятого поколения на конце У и H тоже все двухъядерные. i7 пятого поколения, значит с буквой У двухъядерные, H-Q четырёхъядерные. i3 шестого поколения, все идут двухъядерные. i5 шестого поколения с буквой У двухъядерные, H-Q четырёхъядерные. i7 шестого поколения, то же самое. u идут двухъядерные, дальше идут H-Q, все четырёхъядерные. I3 седьмого поколения двухъядерные, I5 седьмого поколения тоже самое, I5 72U на конце двухъядерные, HQ четырехъядерные. I7 седьмого поколения тоже самое, U двухъядерные, HQ, HK четырехъядерные. I3 восьмого поколения начинаются только четырехъядерные, это 8100B и 8100H, остальные двухъядерные. Некоторые процессоры серии N имеют 4 ядра, но по мощности они очень слабые. Мы посмотрим по пасморку по баллам. N3150. Он имеет всего 1657 баллов. Ацеллерон N4100 2259 баллов. Для сравнения, i3-3130M двухъядерный дает 3384 балла. i3-2350M 2630 баллов. В разы больше, чем эти четырехъядерники. Они идут четырехъядерные. Посмотрим любой из них по баллам. N3510 дает 1500 баллов. Очень мало. N4200 дает всего 2000 баллов. Четырехъядерный хуже, чем двухъядерный i3. То есть покупать такие, в принципе, я бы не советовал. Pentium серии Silver. Для ноутбука идет N5000 четырехъядерный. Двухъядерный по баллам 2434. Но вот этот еще более-менее, потому что тут стоит память еще DDR4. С памятью DDR4 он будет работать лучше, чем i3-i5 с DDR3. И Pentium класса Gold они только двухъядерные. Y и U на конце. А по баллам Pentium 5405U он дает баллов 3250. Как двухъядерный i3-i5. И память у него тоже идет DDR4 или, видимо, бывает DDR3. Но он тоже будет с памятью DDR4 в разы лучше, чем тот четырехъядерный. Если выбирать ноутбук из магазина, то я могу посоветовать лишь либо Pentium 4417U, который дает 3243 балла. Никакие целлероны я не советую. Либо i3 от шестого поколения, потому что эти ноутбуки имеют DDR4 память. И это будет давать еще прирост скорости. i3 пятого поколения я не советую, потому что там память используется DDR3. Так что, если вы выбираете ноутбук, берите только от DDR4 памяти и смотрите, сколько баллов дает ваш процессор. В данной таблице я составил, какие процессоры имеют 4, 6 и 8 ядер. Четыре ядра из устаревших процессоров Intel Core имеют только i7 второго поколения с буквами на конце QM и XM. А из остальных процессоров i3 только начинаются с восьмого поколения, i5 и шестого седьмого поколения. И другие процессоры, которые указаны в этой таблице, это достаточно новые процессоры. Все остальные процессоры имеют 2 ядра. А Pentium Celeron имеет 4 ядра, но они очень слабые.